Продолжение следует... Здесь нам открываются некоторые приемы, которые сатана использует против нас, христиан. Знай, возлюбленный, что дьявол ни о чем другом не печется, как о погибели каждого из нас, и что ни одним и тем же способом ведет со всеми войну. «Чтобы тебе было это яснее увидеть и понять, представлю тебе пять нравственных состояний людей и опишу соответственные им козни, обходы и прельщения вражеские». Состояние эти суть следующее. Одни пребывают в рабстве греху и помышления, не имея об освобождении от него. То есть что это? Можем с вами сказать подавляющее большинство людей. Потому как вообще о грехах, о войне, о внутренней жизни, наверное, нам со всей честностью говорит лишь одно православие. Религии в большинстве своем склонны учить человека тому, что он существо нормальное, он существо целое, здоровое. Что если какие-то и нужны духовные усилия, так сделать себя еще лучше, сделать себя чище, красивей, что ли, да, совершенней. Нигде не говорится о спасении. Никто не учит внутренней жизни, духовной войне. Нигде, как в православии, не открываются вот эти действия врага, сатаны против нас. Православных на планете не так много. Еще меньше тех, кто не только крещен в православной вере, а кто действительно живет духовной жизнью. Заботьтесь о душе своей, стремясь к восстановлению, восстановлению в себе порушенного образа Божия, стремясь к приведению себя в естественное нормальное состояние. Весьма немного таких людей было. Почему Господь и говорил, не бойся малое стадо. Господь всем желает спасения, но не все, к сожалению, стремятся к спасению. Пребывая в самообольщении, что, мол, у меня и так все хорошо. Да, вот здесь об этом сейчас и говорится, что, то есть, такое первое состояние людей. Люди прибывают в рабстве к греху и помышления даже не имеют об освобождении от него. Есть следующие. Другие, хотя помышляют об этом освобождении и желают его, но ничего не предпринимают, чтобы достигнуть его. То есть вот тоже, да, состояние такое весьма знакомое. Это, наверное, уже касается многих из нас. Что вроде бы и видим грехи свои, понимаем, что зло делаем. И понимаем, что как-то надо иначе жить. Как-то нужно по-другому. Вроде бы и желание есть другого состояния. Но ничего не делаем все-таки для этого. Есть и такие, которые по освобождению от уз греха и стяжания добродетелей попадают опять в грех с большим растлением нравственным. Ну, здесь имеется в виду люди старающиеся, да, то есть успевающие в чем-то, получающие и прощение грехов своих. Те, кто в себе и добродетели какие-то воспитал. А потом по какой-то причине, по нерадению, может быть, по гордости или еще что-то оставляют. Дела вот этого подвига оставляют эту войну и впадают в еще худшее состояние. Здесь, наверное, нам уместно будет вспомнить слова евангельские. Помните притчу о том, как дух нечистый выходит из человека. Это даже не притча, это не иносказание, здесь очень четко реальность отражается. Дух нечистый выходит из человека, скитается по безводным местам, не находит покоя, а потом решает вернуться. Возвращается и видит, что то же лище, где он пребывал, чисто, вымото, выметено, прибрано, но пусто. И тогда он идет, берет со мной с собой семь других духов, злейших себя, поселяются в человеке последние, тогда человек убывает хуже первого. Святые отцы толкают слово Господа таким образом, что все это происходит от нерадения человека. Бог освобождает человека от рабства дьяволу, и человек не занимается стяжанием благодати Духа Святого. Сердце его пусто, пусто, от благодати пусто. Дух его не оживает, нет внутренней работы, нет возвращения ума в сердце. И от этого очищение для человека состояние весьма недолго. Ну, смотрим текст. Так вот, из этих последних, да еще здесь другие есть разновидности, да, из тех, кто вроде бы трудится, очищается, воспитывает что-то доброе, но потом вновь падает. Из этих последних одни в самопрельщине думают, что несмотря на это, все еще идут к совершенству. Да, то есть человек, впадая в грехи какие-то, тем не менее, здесь, наверное, можем объяснить, что по такой самонадеянности, по какой-то не еще вычищенной привычке уповать на себя. То есть по самолюбию своему, даже совершая грехи, думает, что он живет на самом деле, пусть еще не совсем Богу угодно, но, по крайней мере, правильно. Да, то есть, как здесь говорит преподобный Никодим в самопрельщине человека, так думает. Другие в беспечности оставляют путь добродетели. Иные, саму добродетель, какую имеют, да, иные, саму добродетель, превращая в повод и причину зла для себя. На каждого из таковых враг действует, соображаясь с его настроением. То есть вот тоже здесь важно понимать вот эту теорию войны, тактику войны, которую дьявол ведет. Глава тридцатая. Как дьявол утверждает грешников в рабстве к греху? То есть что же здесь происходит? Когда дьявол держит кого в рабстве к греху, то преимущественно заботится о том, чтобы все более и более омрачать его духовным ослеплением. Отгоняет от него всякий добрый помысл, могущий привесть его в сознание пагубности своей жизни. И не только добрый отгоняет от него помыслы, которые могли бы подвигнуть его на покаяние и обратить на путь добродетели, но вместо них влагают помыслы злые и развращенные, и тут же подстраивает подручные поводы к обычному ему греху, и увлекает его часто падать в него или в другие более тяжкие грехи. То есть вот что происходит. То есть самое первое, что старается сделать дьявол, это омрачить человека. Это возмущение какое-то у человека возвязается. Мы с вами читали не так давно о том, что христианину необходимо всеми силами сохранять мир в душе своей. Вот эту ясность сохранять, чтобы видеть, кроме всего прочего, действия дьявола через вот эти помыслы, через возбуждение в нас вот этой страстной реакции. То есть первое, да, омрачает человека. И еще омрачает таким образом, что лишает нас всякого доброго помысла. Ну как-то происходит. Ведь не то, чтобы дьявол имел власть, скажем, помысел от Бога, пришедший в нас как-то похитить. Нет, скорее всего, отвлекает наше внимание чем-то дурным. То есть влагает свои помыслы греховные. Те помыслы, на которые человек по неисправности своей привык реагировать положительно. Да и вот тогда, соответственно, человек уже на добро и не реагирует. Добро не выбирает. Да, влагает помыслы злые и развращенные. Тут же подстраивает подручные поводы к обычному ему греху. Ну каким образом? Не то, чтобы сатана имел власть здесь действовать в нашей жизни, да как-то устраивая в жизни какие-то события. Нет, дьявол не является промыслителем. И не в его воле. Хотя бы он, конечно, несомненно, хотел как-то вот встраивать какие-то события, встречи и так далее. Здесь сколько больше всего идет работа, опять же, с вниманием нашим, с вниманием нашего ума. Если человек, да, например, уже вниманием увлекся какому-то греховному помыслу, то, соответственно, потом довольно просто его внимание направить уже на какое-то конкретное дело. Да, например, человек, предположим, склонный к воровству, если он принял помысл, что вот нужно там украсть, он уже с ним сочетался, да, он уже это как-то обдумал, решил для себя, то, соответственно, тут же ему сатана может привести на ум его, да, в его сознание способ, как это сделать. Тут же внезапно человек как-то осознает, что вот можно грех там воровства совершить так-то, так-то и так-то. Он начинает обращать внимание на то, что, как говорится, плохо лежит и так далее. И вот постепенно все в нем так вот и складывается, и внутреннее, и внешнее, как кажется, все оно сложилось. И так любой грех можно взять. И от этого бедный грешник делается все более и более омраченным, ослепленным. Ослепление – это укореняет в нем навык и неперестающий позыв все грешить и грешить. Так что он несчастный, влекомый от дела греховного к большему ослеплению, и от ослепления в большей грехе кружится, как в водовороте, и прокружится так всю свою жизнь до самой смерти, если не привнидит особенная Божья благодать во спасение ему. Вот, к сожалению, в такое бедственное состояние человек может привестись, все больше и больше и больше погружаясь в эту тину страстей, все больше и больше привыкая к греху. И уже потом человек уже даже не от дьявола воспринимает этот первый позыв к злу, а сколько сам рождает, привыкая к чему-то начинает искать это все больше и больше. Кто находится в таком бедственном состоянии, тому, если он пожелает от этого избавиться, надлежит немедля, как только придет ему благое помышление, или лучше сказать, внушение, зовущее его из тьмы во свет и от грехов добродетели, тотчас принять его со всем вниманием и желанием, тотчас усердно приступить к делу, взывая с глубины сердца к щедрому подателю всякого блага. Помоги мне, Господи Божий мой, скоро помоги, не оставляй меня больше в этой тьме греховной. Пусть не знает утомления, взывая таким или иным каким словом, но вместе с тем довзыщит и земной помощи, обратясь к знающим делам, за советом и руководством, как бы успешнее освободиться от томяющих во вражеских уз рабства греховного. «Если этого невозможно сделать тотчас, пусть исполнит это, как только откроется возможность, не переставая прибегать к распеншемуся за нас Господу Иисусу, к причистой Матери Его Богородице Преснодеве, моля благоутробно смилостивиться над Ним и не лишить Его скорой и подобающей помощи. Да знает Он, что в этом не отлагание дела и скорой готовности последует доброму внушению Его победа и преодоление врага». То есть что здесь мы видим? Да особенно подчеркивается немедленно начать борьбу за освобождение, немедленно начинать вопить из глубины сердца Богу, Божией Матери, да святым. Тут же искать средства и помощь, как бы освободиться от этого. Потому что беда, когда мы это доброе желание отлагаем на потом. Вот ошибка и беда вообще всего человечества. Мы постоянно живем или вчерашним днем, или завтрашним. Забывая о том, что жизнь нам дана лишь только вот сейчас, сегодня. Если я сейчас решил протянуть, да, и дальше грешить, думая, что завтра исправлюсь, а я до завтра могу банально не дожить. Или сил не будет, или воодушевлений не будет, или еще что-то случится. Чем дьявол, в общем-то, и пользуется, так как в начале-то главы было сказано. Он старается отгонять добрые помыслы от нас, а все более-более запутывает нас в зле. Вот такая была 30-я глава. Помоги нам всем, Господь!